снова всем привет продолжаем играть в муравинд находимся мы в районе шагарата зачистили тут вот интересную пещерку и продолжаем свой путь вместе с орком вне записи я его починил но не полечил поэтому давайте сделаем контрольный от хил здоровье у него полное возвращаемся на дорогу погода не очень хорошая мелких камней у меня больше нет поэтому наездников мы больше не захватываем здесь у нас какая-то полянка с цветами и согрелся наездник да но ну давайте его немножко оттащим вот так но бы конечно выгоднее позиция была если бы он был сверху ну да ладно кое-как мы наездника заковыряли нам надо перевалить через эти холмы вообще-то говоря нам нужно искать доедрические руины они где-то здесь в этом районе но я точное положение не помню мы пропустили еще часть вот этого острова то есть обошли как бы с севера а вот эту вот дорогу мы не осмотрели я предлагаю восполнить этот пробел посмотреть что здесь есть на этой дороге может быть еще какая-то пещерка да я на самом деле затягиваю прохождение наше потому что мне хочется немножко прокачаться и все-таки поработать над тактикой потому что не так далеко уже у нас до завершения сюжетной линии моровинда и я думаю приступать ли мне к трибуналу а если приступать то каким образом понятно что орка мы в морфолт не притащим и под каким видом да там есть тоже наверное есть возможность нанять такого же орка то есть наемника либо тамошнего наемника который по уровню повыше я правда сейчас не по я помню что смотрел его статы но сейчас не скажу точно но в любом случае он уровнем выше а значит и лучше единственное что ему придется подбирать комплект экипировки другой ну а тактика все равно остается та же то есть он будет танком как воин а я буду из-за его спины просто вот лечить бафать и колдовать по мере сил ну а если тактика будет не отработана ну у меня для себя то и соваться туда смысла нет потому что враги там мы знаем сильные весьма сильные и и самое неприятное что там большинство боев проходит в закрытых помещениях довольно тесных вот это мне больше всего не нравится пока что мне видится вот единственная удачная тактика это уход в невидимость но как у нас там это получится с учетом того что меня довольно часто в невидимости палят даже не знаю пока что я думаю писать какие-то советы рановато может все еще десять раз поменяться здесь у нас нихрена нету мы вот тут вот конечно не ходили но и ничего не потеряли да какая-то одинокая крыса просто так и и ничего интересного там я видел юрту мы сейчас туда заглянем многие такие юрты одиноко стоящие они проходят по квесту морок тонк я конечно в морок тонк ступать не планирую мне это вообще никак не не по навыкам ни почему не подходит здесь кстати ребята мирные на удивление ну а греть мы их не будем могу найти минутку если хотите да не то чтобы я сильно хотел поговорить кто ты вообще кто ты такой и шлендер но может поэтому и не напали эти отношения неплохое то есть свой они меня узнали признали во мне нарыварено и через это мы мирные разошлись так но наш путь лежит вот туда все таки мы сюда зашли просто так фактически нам нужно вот туда ту сторону на запад как бы так здесь вот какая-то крепость придется по низу обходить еще и блин в воду нырнуть и я слышу я слышу этого гада где у меня и заклинание не удалось за что ты будешь делать да вон он так но орк его победил вот скального наездника будет сложнее победить из-под воды у меня пояс вроде надет почему у меня так плохо восстанавливается запас сил давай-ка ты сюда иди ужасно еще ближе я вижу гробницу это значит что мы даже а это не гробница это скорее всего вход в эту крепость а вот это что такое сейчас мы посмотрим сейчас он расправится с лютым наездником возможно кстати больным вот так мы не увидим ну что мне опять расчехлять свое кольцо молнии или вот этих осколков так давайте глянем что это за вход шара да это вход как раз вот сюда скорее всего подожди подожди или это а и вот какая какой-то вход ну тут тоже наездник он сейчас сагрится скорее всего а это вот гробница давайте сначала зайдем в гробницу а потом в эту шару она тоже по-моему какая-то квеста ну как только вот они разберутся свои дела решат ну и че опять его таскать туда-сюда ага там еще крыса где-то да друзья вот следующее зачарование будет все-таки на увеличение навыка клинков потому что мне это уже честно говоря в одном месте сидит еще и крыса здесь хотя лорка бафнуть сейчас бафну все-таки а то он с этим наездником будет до завтра ковыряться главное наездника не бафнуть случайно до 30 пунктов смотрите как существенно меняют расклад ну все теперь точно мы залезем в гробницу сохранимся так стандартный предбанник ну попробуем конечно усмирение вряд ли здесь кого-то можно будет усмирить здесь скорее заключение нужно использовать так а че ты стоишь олен он меня видит да гад куда-то убегает видите почему убегает непонятно сражался бы с орком то есть он на свое место убегает то есть оттуда только он может сражаться да а с орком ему впадлу видите он горка не считает за достойного противника поэтому убегает от него а заключение оно не вечное как мы знаем и вообще побежал агрить других да а нет благо здесь дверь может хотя бы так ты начнешь попадать давайте еще раз повысим навык но поздно но благо мы хотя бы душонку захватили давайте посмотрим что здесь есть книга книга жизни и служения нам не нужна хамелеон пять процентов нам тоже никакой погоды не сделает еще один такой же гаденыш и такой же мы тактику используем против него так ну что надо приготовить все-таки баф куда ты опять бежишь да что ж такое-то ну давай постреляй постреляй а орк не попадает все это время то есть я тут можно сказать танкую своей тушкой магической а он не может попасть по нему наконец-то что-то пошло нет еще мана у него осталось так и пошла битва битва века и пошло лечение века какого хрена вот какого хрена ценные зелья расходуют наконец-то не прошло и часа но камушек мы захватили так че у тебя тут по зарядам он еще и меч поменял смотрите кончились заряды я ему просто выложил этот меч чтобы разгрузиться давайте перезарядим раз уж такое дело так 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 костяными лордами будем перезаряжаться катана бы конечно тоже да наверное лучше все таки катана перезарядить вот так вот ну конечно крылатого сумрака на этот меч я тратить не буду значит пусть он тогда пока что ходит с простым мечом а этот пусть у меня перезаряжается в инвентаре да сохранимся че тут все больше никого нет да а нет вот еще дверь смотрите и там еще один костяной лорд давайте пошаримся колечко крутое то есть на моем уровне уже имеет смысл вот это вот зачищать такие маленькие ну пещеры гробницы маленькие помещения потому что все таки рандомный лут он уже радует так 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 давайте-ка заключение применим а подожди сначала взлом сначала взлом а потом заключение готово ну и баф конечно же без бафа тут никуда маны нет да что ж ты будешь делать то давайте вот так сделаем смотрите он тупит пытается дверь открыть но благо орк наш под бафом все таки справляется получше ну и че ты молодец всего 30 пунктов навыка и ты уже молодец что тут у нас а вот это полезно все полезно что в рот полезло так рубин ну и все больше здесь ничего нет интересного выходим ну и в эту шару называется туманная какая-то погодка если здесь тыл вани а это скорее всего так то нас здесь могут атаковать кто в обход пошел давайте-ка мы сохранимся приготовим усмирение заходим на входе никто не встречает о разнообразие баф и невидимость ну да тыл вани они же некроманты поэтому вполне логично что мы здесь встретили скелета ну че то он жестко пробивает очень жестко пробивает давайте-ка мы отдадим ему катану это заберем сохраняемся готовим усмирение все-таки так ну у скелета тут клеймора нам она не нужна усмирять нам здесь некого друзья здесь у нас дремора будет сейчас да а дремора через дверь может быть и не пройдет вот если только не будет еще а прошел смотрите-ка открыл дверь так причем дремора крутой поэтому мы применяем здесь заключение как-то технично надо применить так чтобы орка нашего не согреть таким вот образом а орка мы должны полечить потому что сдает да вот он вот пошел жрать зелья засранец ну хоть так то есть мало тебе поглощения здоровья ты еще мои ценные зелья жрешь так дремора крутой да владыка хорошо так ну здесь ничего нет вот это пещерка ну вернее крепость действительно квестовая так еще один скелетик так срочно невидимость срочно невидимость и куда-то надо свалить чтобы меня не отоварили блин ты перестанет тратить-то заряды разошелся вот половины зарядов нет как и не было так ну здесь у нас просто ящички рандомный лут но может попасться что-нибудь ценное но нам не повезло сохранимся давайте лечить наверху наверное орка смысла нет он там нахватал поглощением еще один скелетик скелетик скелет дерется как ребенок вы поняли так ну и баф конечно же баф и невидимость да я вот забил конечно кольцо на горячую клавишу но толку от этого нет потому что оно почти всегда на мне но я втайне надеялся что этой же горячей клавишей можно будет кольцо снять но видимо не в этой жизни так тут никого но самый главный у нас злодей там наверху сидит и давайте сразу готовить усмирение и врываемся таким вот образом так и баф орку но он благо видите никуда не уходит потому что изначально стоит на месте не гуляет поэтому орку нашему полегче здесь я думаю что даже обычным мечом мы увидим он справился серебряный посох войны нам совершенно не нужен а вот вот кстати восстановление здоровья наконец то я нашел ну и лутецкий друзья лутецкий это наше все так ингредиент так у меня перегруз у меня перегруз поэтому поэтому нам бы надо умерить пыл со сбором ингредиентов а перегруз у меня за счет катаны да да но ингредиенты не особо ценные поэтому я их пожалуй проигнорирую вот книжки оставлять не хотелось бы если тут есть что-нибудь интересное вот это вот интересная книжка на самом деле я читать ее не буду чтобы видео то не затягивать совсем уж но вы можете полистать так на паузе кому интересно вот ну и все здесь больше ничего нет выходим смело я считаю зашли мы не зря все равно дремору захватили навыки подкачали и выходим тихо кто 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 скальный наездник только хотел сказать что погода улучшилась и тут же прилетело вот это чудо но без них никуда сохраняемся и нам нужно в ту сторону я предлагаю прямо так вот как нибудь ну в воду так нам не туда а вот туда нужно придется лезть в воду поэтому я применю здесь хождение по воде чтобы он не нагрел опять на себя рыбы всякой что-то дейдрических руин я не вижу друзья на горизонте абсолютно так вот какой-то островок проверить бы его странная инсталляция пока что я не вижу а вот как то можно все таки на него залезть но ничего интересного на нем особо то и нет разве что он там наверху а вот и дейдрические руины возможно это те которые нам нужны так скромненько они выглядят ничего левитацию придется использовать здесь мана заканчивается у меня опять а это еще одно квестовое место которое мы посещать с вами не будем друзья нам сюда не нужно может быть потом как-нибудь когда я квест все таки возьму мы сюда зайдем нам надо вот в дейдрические руины поэтому давайте-ка мы как-нибудь отсюда спрыгнем так чтоб кости не переломать тут у нас наездник конечно сейчас сагрится но благо у нас есть орк сейчас только надо их чтобы они встретились а мы тем временем восстановим немного магию а вон еще кстати руины есть шанс что они связаны хотя те вроде на отдельном острове может и нет сейчас мы все это узнаем друзья все проверим все разведаем так и я уже вижу вход это хорошо это очень хорошо и не вижу врагов вот это не очень хорошо потому что они могут внезапно откуда-нибудь свалиться на нас а лезть в воду я тоже не хочу поэтому мы снова применяем с вами хождение по воде на себя и на орка и бежим припрыжку так но я вижу уже клан фира поэтому сразу же я думаю мы его сагрим через заключение оп надо бы меч ему поменять конечно уже и надо бы его бафнуть все таки вот так да оно получше но вроде пока никто не вылез внезапно тут и подхилим тоже потому что чувствую что скоро он начнет жрать мои зелья бесценные отлично душонку мы захватили сердце вырезали нет по моему это не то место которое я искал но все равно мы сюда тоже зайдем давайте сохраняемся и прямо так вот резко вырываемся внутреннее светилище потом я думаю что стоит приготовить усмирение все таки а а а а а а а он не успевает ведь реагировать но благо она здесь одна и мы можем ее свиточка мотоварить у меня есть что-нибудь я думаю так на это уязвимость четвертой преграды огонь холод ну не то чтобы у меня прямо есть есть в основном всякая ерунда поглощение ну вот это поглощение здоровья пожалуй можно применить чуть-чуть буквально так ну она здесь ни хрена не одна давайте-ка мы как-то я не знаю вызовем наверное свитошу что нам экономить да так и и и надо бахнуть орка как-нибудь ухитрится потому что чувствую я что будет жопа я не отдал ему меч нет так дело не пойдет друзья идите ка вы в жопу в жопу я сказал иди я бахнул не того я бахнул друзья не того но вот этот вот второй орк меня как-то жестко палит когда их много это сложнее конечно очень жестко палит меня так один есть давайте да линда что ж такое то да пошел ты на хрен так бах удался но палит он меня прямо жесточайше то есть мне все время нужно в положении краса видимо находиться чтобы он меня не спалил и даже святоша уже успел кончиться наконец-то сохраняемся так но здесь ценный лут оркская секира и поножи мы были мне совершенно некуда их брать хотя орк может еще поносить давайте все таки заберем и секиру и поножи заберем и все это отдадим орку да и вот этот топор тоже что я за собой таскаю все ну почти перегруз у него этот попроще но какой то он более прошаренный здесь оказался камни забираем не особо повезло нам с лутом честно говоря в этот раз я думаю что мы все прям собирать не будем только более менее ценное потому что грузоподъемность наша стремится уже к финишу а нам еще нужно посетить два квестовых места я напомню так и мы применяем здесь амулетик взлома оркский ростовой щит друзья берем 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 так это нам не надо ну и что здесь еще сохраняемся видимо это проход да тоже во внутреннее святилище а это выход судя по всему да значит ой 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 прошу прощения если был какой то звук посторонний я задел микрофон нос зачесался у меня внезапно блин значит видимо внутреннее святилище состоит из двух этажей вот и я думаю что мы зайдем здесь чтобы не бегать лишнего приготовим мы усмирение конечно же сохранимся так и чем то вот я поспешил блин с усмирением надо было чтобы он согрелся ну чем мы ее все таки свиточком я думаю 15 футов 15 футов уязвимость к холоду а давайте вот сначала уязвимость а потом свитком холода ее так и свиточком холода неплохо неплохо но не до конца не до конца ну подождем пусть она раздуплится там еще второй этаж там тоже наверное кто то есть а может быть кстати это и то самое святилише видите вот эта статуя малоката она лечится она лечится и она что то колдует колдует она судя по всему хамелеон какой-то или светоч так орку нашему нужна помощь несмотря на то что она всего лишь с кулаками на него бросилась но попадает он очень очень не всегда опять она какой то хамелеон не знаю два орка сражаются один с мечом в полном доспехе а второй как видим в балахоне с кулаками кто же победит как вы думаете я даже не знаю что ты собрался делать скажи мне я не понял а он меч призывает друзья я же ему амулет дал на призыв меча кстати может это и хорошо может быть это даже и лучше чем стеклянный меч по урону точно плюс повышение навыка там идет ну и подсветочка ну ты молодец конечно а что у тебя меч сломался что ли в чем проблема а заряды кончились ну понятно понятно ну неплохо так тоже нормально давайте заберем что тут есть ценного как арсином перешел корком ну 200 стоит может быть она обучающая не знаю честно говоря восстановление запаса сил нам не надо больше брать у нее нечего так и сундучок с ловушкой сундучок с ловушкой таким вот образом мы открываем о булава эбонитовая 12500 но это однозначно надо брать слепота на удаленную цель я думаю это бесполезно слишком слабый эффект зелья тоже такие себе книжки стандартные нам они не нужны ну что проверим статую да это та самая статуя но конечно сначала мы займемся мародеркой так нужно восстановить магию нужно бафнуть орка превентивно знать бы какой именно ингредиент призовет нам дремору а вот эта булава скорее всего даст мне перегруз поэтому мы с вами а и здесь тоже перегруз я наверное выложу по ножи вот эти да и топор тоже я выложу булава она все-таки подороже что-то мне подсказывает что она она может быть проклята поэтому мы вот так сделаем с вами первым делом я схвачу булаву если она хотя нет давайте сразу переложим булаву у нас же есть уже такая вот таким образом я сохраню подвижность превентивный баф сейв и хватаемся что плохо лежит так из-под удара мы вышли готовим заключение а он лечится уже он уже лечится надо было отдать ему все-таки меч призванный у него закончился а у этого как видим клеймора гномская поэтому давайте-ка мы будем подхиливать все-таки оверхил случился кто-то теперь действительно умрет щит закончился это хорошо пусть будет лучше оверхил чем он жрет банки ценные ну такое себе лучше бы конечно хилить его вот этим вот ну нет смотрите не особо он его пробивает ну и наш не особо честно говоря пробивает давайте-ка еще и бафнем благо дремора не переагривается а я как дурачок не отдал ему меч а вот сейчас прошло урон прошел вообще вот когда я задумывал вот этот челлендж я изначально планировал вот подобную тактику что мы будем набахивать нашего наемника ой 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 как жестко как больно и вот так вот из-за спины я буду подхиливать под бафливать давайте еще раз клинки ему и магия опять магия уходит друзья последние у меня зелья ну и карькина все наконец-то но сердце нам тут не выпало и вот такую тактику я примерно планировал но вот это вот то что они переагриваются конечно ломает мне все давайте сохранимся и поговорим с малакатом ты вызываешь меня все вы одинаковы но может быть ты сумеешь помочь мне я владею шлемом он арейна медвежьего когтя героя темных эльфов известен он многим идеям но он ложный герой все эти подвиги на самом деле совершил харак дрогар его друг гор пришло время положить конец этой легенде найди последнего из его потомков убей его и я дарую тебе шлем ищи его в городе где живет бог человек вот такая история надеюсь вам было слышно в общем смысл ее в том что есть некий герой которому приписывают многочисленные подвиги но на самом деле эти подвиги совершил орк его друг и конечно же нам эта история что-то напоминает да да писали мне об этом в комментариях я честно говоря эту историю не помнил до этого так что нам как нельзя кстати этот квест это задание ну давайте верхний этаж тоже исследуем все таки по сути направил он нас в вивик но мы то знаем что разборка основная будет не в вивике но в вивике я все равно схожу так здесь их двое да здесь их двое так и он дубину зачем-то взял нет одна не двое подожди 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 не бейте меня он зачем-то взял дубину нет поменял смотрите то с мечом то с дубиной что смирение колданин а тут одна может быть проблем не будет я думал их тут двое честно говоря она одна вот он опять смотрите топор ухватил ну не дурачок ли тихо тихо куда ты бежишь даже не думай давайте под бафаем или может быть он просто пользуется мечом пока действует баф вот интересно так не нравится мне эта тема сейчас если баф закончится она еще будет жива возможно он оружие поменяет ну блин ждать неохота потому что сейчас он опять начнет жрать зелья давайте-ка мы а блин да что ж ты будешь делать то ну и куда ты вот кастанул дурачина блин ты а так я хотел полечить да полечить имело смысл и он да видите убрал убрал меч достал топор потому что кончился баф хоба под бафом он опять схватил меч прикольная тема прикольная ну кстати это хороший индикатор действия нашего заклинания то есть как только он меняет оружие значит баф прошел и надо его обновить ну что то долго он ее ковыряет прям очень долго даже под бафом давайте еще хильнем все таки вот это жестко жестко она пробивает и готовим сразу баф так очень долго да как она будет сдаваться какой смысл собственно в этом так ну и чё лечение опять опять лечение так и опять баф надо будет обновлять сейчас я чувствую да нет нет не надо на меня агриться да тут у вас все не быстро наконец-то так мы сейчас ему отдавать меч уже поздно чё у нее тут оркские ботинки сейчас проверим лучше ли они чем эти эндорильские ну по его мнению нет ни хрена не лучше стоят они 800 поэтому я их брать не буду потому что некуда уже брать чё тут еще есть интересного а ни хрена тут нет задерживаться нам здесь смысла никакого нет ну и на этом я пожалуй буду серию заканчивать половину задуманного мы выполнили задание взяли на этом все спасибо за внимание до новых встреч